Картина, конечно, так себе, посредине пустыни Атакама, сел возле могилы и ем печенье. Галочку поставил, в это место я планировал заехать, будучи морским человеком, всё равно переполняю чувство восторга от увиденного океана. Ехать вдоль такой красоты, это значит ехать всё время в горке, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. В Чили очень интересное время, именно в этом в этом районе, я же говорю, они западнее Боливии находятся, чтобы сделать на час меньше, они сделали на час больше и сейчас у меня 8.40 утра, а у меня ещё нет солнца, но это мало того, что западная часть, но ещё и плюс горы. Вот так я спал, вечером да, здесь несмотря на то, что говорят, что это самая сухая пустыня, а вечером влажно. Пожелать мне приятного аппетита, можно лайком, подпиской, вы можете поделиться серией, если она нравится. Так, вон домик, там вот люди живут, не понимаю, как они здесь живут, здесь нету ни электричества, хотя у них там спутниковые антенны стоят, наверное такие, связь у них есть, потому что у меня не ловит. Вот накатанная дорога, это они ездят на стареньких пикапах и собирают эти водоросли. Я у них спросил, едят ли их, они говорят нет, говорят только вот там в фармацевтике, шампуни всякие, мыло делают, крема. Не, не морская капуста. Ты кто, это как морская звезда. Живая. Местные, ну вообще те, кто живут возле океана, во время отлива, приходят всегда на линию берега, пособирать всякие дары моря, ну вот сейчас можно было бы, и кстати она съедобная, ну не знаю какая-то, а вообще их едят. Ох, вода холодная, вечером она не была такая холодная, я не знаю, или просто я уже горячий был, но сейчас она прям холодная. Да, вот она доедает лапку у этого крабика, вот такая вот красивая и съест нужно. Вы кто такие, ой, фу, слезня как, ой, о, этих тут можно есть. Так, это они кого-то уже съели. Морского ежа они съели, вот его панцирь остался, кто-то, большая морская звезда, ну вот там есть растения оранжевое, оно к рукам липнет, хищное, а то же ловит всяких рыбок и съедает их. Это вот тут человек, который здесь рядом живёт, я у них вчера останавливался спросить, есть ли бензин и говорю, а есть ли у вас печенье какое-то, куплю печенье. Мучес грасиас. Итак, познакомился я с Родриго, который вот собирал, который меня угостил бензином, который собирает здесь водоросли, посёлок этот, несмотря на то, что здесь всего лишь 4 домика, этот посёлок имеет название, ну наверное не посёлок правильно, а как-то хутор его назвать, называется Викунья, прям как этот зверь, сам он родился не здесь, где-то на юге, возле Сантьяго, сейчас живёт его там жена и двое детей у него, два раза в день отлив, когда отлив, они идут собирать эти водоросли, да, потому что я говорю, как ты сейчас пойдёшь, там же волны такие опасные, он говорит нет, идут сломом и отбивают вот эти вот корни от камней и я у него спросил, сколько ты зарабатываешь в месяц, выходит, он сказал миллион двести, миллион пятьсот песо, это тысячу пятьсот, две тысячи долларов в месяц, с его слов, при этом я говорю, у вас тут же нет ни света, ничего, электричество у них от генератора, связи у них действительно нет, он говорит, вот на том, на тот мыс надо ехать за связью или в ту точку, туда дальше 10 километров, куда я еду и те дети, которые здесь растут, в школу ездят, отсюда следующий посёлок 50 километров и думаю, да, тут есть даже какая-то романтика, но он сюда тоже приезжает чисто на заработки, ну вот работает и что-то в этом есть, наверное люди из степей думают, наверное так классно, все-таки океан, шум, но в его глазах, конечно, блеска и радости от окружающего не было, для него это чистая работа, он здесь всю жизнь живёт и для него это нормально. Подтверждение того, что ветер это очень-очень сильная стихия, камень, вот видно, с этой стороны ветер его вот как-то шептал, ну и судя по камням, то что их обдувают с одной стороны, как раз с той стороны, в которую я еду, теперь я понимаю, что здесь встречный ветер, это норма. Я себя гуляю, никого не трогаю, подходит к мне и дарит и говорит, можешь использовать таких наконечники, индейцы раньше так использовали. День перестаёт быть домным, даже несмотря на то, что это пустыня, я встретил Алекса, вот 44 года, занимается спуткой этих как раз-таки подрослей и вот он меня сейчас подвезёт до ближайшего посёлка, а тут мы идём, говорит рисунок на камне от индейцев, едем мы в машине и он, мы только-только погрузились, он такой, а хочешь сфотографировать? Я говорю, да, взял, остановился. Вот красные, это индейцы рисовали, он говорит, хотя он здесь сам тоже впервые, здесь чуть-чуть этих рисунков, а есть места, где их много. Говорит, этот кактус растёт только здесь, только в пустыне Атагама. Вот он купил, где-то говорит, тут 4-5 тонн этих водорослей, сверху у баклаха с водой, это он привозит те люди, которые собирают их, звонят ему и говорят, у нас готово и тут воду все покупают, потому что привезти её надо, ну не саму воду, а доставку, он так как ездит к своим людям, сразу им привозит воды. Говорит, бесплатно, какая разница, со мной я еду. Вот моё велосипед, мы прикрепили сверху, чему я очень рад, на производстве они просто её измельчают, эту водорослю и отправляют в Китай. Пасту специальную, там с другими ещё элементы добавляют и потом из пасты уже делают всё, что угодно, даже клей делают. Вот я говорю, а чего вы здесь не делаете? Ну сразу, потому что это дорого, в Китае всё намного дешевле. Мы приехали, тут ещё надо дозагрузиться. Я показал видео Алексу, ну типа, что я понимаю, о чём идёт речь, там как раз утром, вот этот товарищ поливает водой водоросли сухие, он говорит, ты знаешь, зачем они поливают, или зачем? Говорит, ну тут два момента есть, первый, их легче потом скрутить, когда они немножко подмокшие, вот такие бублики, говорит, а второе, говорит, их обильно поливают водой, чтобы потом он же платит за килограмм, говорит, и потом я покупаю, вроде бы скрутил он 40 килограмм этой штуки, а вот на весах уже намного больше. Вот мы приехали на его фабрику, сейчас будем выгружаться и я открыл википедию, Уиро называется, ну или по-русски Гуиро, эти водоросли, сейчас прочитаю, используется для производства альгиновой кислоты, в качестве загустителя и эмульгатора, в производстве обработанных пищевых продуктов, таких как мороженое, десерты, соусы, детское питание, приправы для салатов, обычно его не употребляют напрямую в пищу, при этом другие виды бурых водорослей, как правило, предпочтительнее, для непосредственно кулинарного использования. Достигать могут 45 метров длиной эти водоросли, Патагония со стороны Атлантического океана, их используют, их леса используют как тихие гавани, потому что во время шторма, они очень сильно гасят волны, чёрные и вот есть другого цвета, а эти уже используются для шампуня и всего остального. Поменяли машину почему-то, тут вообще он говорит, для осьминогов, но осьминоги типа не сегодня. Процесс измельчения и вот уже в мешок высыпается измельчённое, вот такие измельчают. Да и вот такая вот отправляют уже в Китай. Загустители и эмульгаторы, это не всегда оказывается плохо, я сам не знал, хоть на вид это куча мусора, а вообще это водоросли. А с завтрашнего дня, у них открывается сезон сбора официальный, 3 месяца разрешения собирать осьминогов, и вот, говорит, начнутся, они начнут их закупать, потому что он работает вот в сфере морепродуктов, я рассчитываю как-то, не знаю как, стать свидетелем, как ему привозят тоннами осьминогов, сейчас едем есть и он сразу, мы до этого заходили в магазинчик, покупали просто воды, я рассчитался, ну так, конечно, а сейчас он мне сразу говорит, мы едем есть, ну я типа плачу, я говорю, что он говорит, ну ты у меня в гостях, я даже не стал сопротивляться. Очень симпатичный здесь пляж и мёртвый морской котик, к сожалению, не знаю почему, когда едешь на велосипеде, не так всё прекрасно, как из кабины машины, ну вот в такие пейзажи, когда трудно. Много лодок здесь, ну естественно, рыбацкий городишко, посёлочек. И я такой грязнули, рыба, кусок осьминога, креветки, одним словом, всё выглядит очень чинно и благородно. Приглашал уже к себе домой, говорит, что, давай оставим типа дома велосипеды, ты примешь душ и говорит, я тебе сделаю экскурсию. Но, а вот назло тем, кто говорит, что я наглый, я отказался, на самом деле шучу, почему я отказался, потому что со мной они начинают очень много говорить, расспрашивать, ну ещё и на испанском, языке это вообще не моё, мне трудновато. Вот, мне иногда хочется просто выдохнуть, я ходу еду по пустыне, я не привык так, к такому количеству общения. Одним словом, мне хочется поставить палатку с видом на это всё, сейчас поеду в магазин, куплю себе вкусняшек, а то у меня всё, её дальше заканчивается. И будет у меня супер пляж. И договорились, что мы завтра днём с ним созвонимся, я с ним поеду на покупку осьминогов. Только что случайно, может не случайно, встретил Алекса, он на машине был, уже на другой, ну и говорит, а хочешь завтра, я сейчас у друга спрошу, может нас даже возьмут на лодку, на рыбалку, на осьминогов. Я говорю, конечно, но это займётся 4 часа, я говорю, да ради бога, и подсказал мне здесь одно вот место, о кстати, красивый парк, я сейчас сюда еду и ещё раз пригласил меня к себе домой, поезда, здесь даже музей есть. Я говорю, в квартире я могу и дома поспать, я говорю, здесь всё-таки шум прибоя, океан, ну да, всё и подсказал, что вот здесь вот парк есть большой, красивый, так буду сейчас искать место, посёлок, называется Таль-Таль, провинция Антофагаста, Чили, население 14 тысяч человек. Какая здесь набережная, какой здесь парк, теперь усаживайтесь покрепче, держитесь и на шатырь приготовьте, я такого ещё нигде не видел. Я хоть надеюсь, это платно, а вообще не похоже, что это платно, стена для скалолазания. Здесь запах прям рыбацкого пляжа, рыбы, водорослей, мидий, всего запаха. Красивое розовое море от розового заката, я сейчас буду идти, вначале сугнусь, потом буду ставить палатку и заодно высохну, говорю до свидания. Доброе утро, именно так в Чили, выглядит 7.35 утра, но всё равно темновато как-то. Почему я не люблю спать на пляже, потому что везде песок. Ещё морские котики ночью периодически всплывали и издавали вот эти свои страшные звуки. Вечером приехал Алекс и говорит, что да, мы едем сегодня на рыбалку, мне через час надо быть возле его дома, там мы оставим велосипед и поедем на машине на лодку. Сегодня день обещает быть интересным на разные события и на что-то новенькое посмотрим. В море буквально в 100 метрах ныряют морские котики, их видно, их очень много. Но не очень много. У меня уже в пауэрбанк сел, одним словом у меня нет больше энергии, всё, заряжаться нечем и я жду, когда выйдет солнце, от солнечной панели буду всё заряжать и телефон и пауэрбанк, всё-всё-всё, сегодня я прям надеюсь, все соки выжат из солнечного света. Там под забором, под деревьями живут бездомные и я только-только вышел на трассу, они меня только увидели и сразу мне кричат, амиго, ну если подруг, доброе утро, как дела? Чего они не спят, хотя хотел сходить в такую рань, в полдевятого. Рыбацкий городок просыпается, сегодня суббота, некоторые рыбаки не спеша идут на лодку, нам ещё минут 20 ждать нашего рыбака, другие рыбаки сидят здесь, такая уличное кафе, беседует, меня обсуждают, а мы пока тоже заказали себе обед, завтрак точнее. В таких посёлках особая атмосфера, шутят, готовая рыба жареная, с булочкой разрезаны пополам, всё. Утро, такая прохлада с океана веет, шум прибоя, лодка, перспективы на день, я сижу среди чилийцев, слышу только испанский язык, расслабляюсь и вдруг мой взгляд падает на сахарницу, высшее качество, Акбар, чай высшего качества, зелёный чай, здесь есть надписи на русском языке, чай Акбар и зеленый чай Green Gold. Кто бы мог подумать, да, что сидя в чилийском городе, городишке с 14 тысяч людьми населения, я увижу такое. Так, Серхио и Агустин, это вот капитаны. Аликс меня оставил и я теперь просто с ребятами ухожу. У человека нет одного пальца, поэтому они сказали, что у него кличка и называть его краб, но потом они сказали, что нет, что они пошутили, говорят, что у Аликса морская болезнь, говорит, его укачивает. Поэтому они с нами. Ну всё, сейчас будет самый большой улов в истории Чили, потому что я здесь. Это как такси было, нас просто до лодки нашей подбросили, на причале нас было пятеро, в той лодке нас было четверо, теперь в этой лодке нас трое, я даже не знаю, прям как из какого-то фильма, из какой-то сказки и лодочки такие вообще класс, ухоженные и покрашенные. Когда мы пошли и люди достали гидрокостюмы, я кажется начал догадываться, что меня взяли просто покататься, ну потому что вода же действительно холодная, они-то нырять в костюмах будут, их костюмы я не надену, потому что они маленькие, а я торчитывал, сейчас маска, нырять, они там взяли с собой ружьё, хотя посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы пришли аж с того мыса, который перед ним, только ради этой поездки, прогулочки на лодке стоило, уже с ребятами знакомиться. Тот мотор запустили, это компрессор, который ему воздух через вот по жёлтому шлангу подаёт, а это вообще из области фантастики, человек ныряет на прямой подачи воздуха с лодки, это мега экстремально, это вот то, что я делаю, это мега безопасно, не, ну понятно, что у него там груза столько, если он не растеряется, то в случае чего он сможет всплыть, но это очень такое, очень-очень прям рискованное дело, всё такое самопальное, понятно, что для местных это норма, но вообще для профессионалов, они бы конечно ужаснулись и сказали, что этот риск того не стоит, ну конечно он весь, у него на груди, на поясе, вот он сколько грузов. 14, хотя выглядит намного побольше, ну ладно. Я не преувеличиваю, жизнь этого человека абсолютно в руках этого человека. Ну процентов это, ну на 50 даже вообще легко, ну здесь просто не совсем глубоко, вон он там сейчас ушёл, а если он пойдёт чуть на глубину, то процент влияния его напарника увеличивается. Мне как к человеку новенькому в этом деле, я ещё этого не знаю, я как-то переживаю вот эти вот петли, но они слава богу перераскручиваются. Ох, как он видно течением его понесло, что он совсем близко к берегу, пошёл. Компрессор качает воздух, он ему отдаёт определённое, ну какое-то количество шланга, в зависимости по обстоятельствам и сам второй стоит на веслах в лодке и курсирует где-то рядышком, чтобы, ого, вот это волны, не-не-не, нам туда нельзя, да и вот второй курсирует, чтобы мы и того человека видели и достаточно шланга было. Мне даже доверили на веслах побыть. Вот, ну тут да, надо следить за тем деятелем, я всё успеваю делать. Ну ай, надо. Ну ай, надо. Я им говорю, я хочу тоже поплавать, Ти! Говорю, давайте мне маску вторую. У nhэти. У нас щас! Но я снимаю錯 imagem. Спасибо же свое! Продолжение следует... Я понырял, глубина реально метров 10 точно есть, так по ушам хлопнуло, сильно уши сдавило, хотя продувался, но с непривычки я уже не нырял много-много времени, но увидел звезду и не мог не нырнуть, но должен быть какой-то трофей с моря, понятно, я её отпущу, но сам факт, вот такая красавица. Рисо, морской ёж, как едят мастихи же, сейчас посмотрим. Язык. Я таким добром не раскидываюсь, прям вот дикие люди. Вот этот день, второго ежа ем Тихоокеанского, ну я вот в Мексике устриц наелся и полюбил их, ну потому что, когда у тебя есть безлимитный доступ к безграничному количеству устриц, ты их начинаешь любить, когда они дорогие, то естественно ты их не любишь и говоришь, фу, как это можно есть, вот ежи, он немножко другой по вкусу, конечно близок, но другой и очень вкусный, прям вкусняшка, честное слово. Я до сих пор общаюсь, ну почти со многими людьми, с которыми я знакомился в путешествии, тот человек, с которым я познакомился в Мексике, который на устричном промысле живёт, он меня опять приглашает в гости и говорит, мой дом, твой дом, приезжай, мне щёпочки не жадать, я даже отказываться не буду, я никак не намекал, так что, если вдруг кто-то меня пригласит в Мексику, я знаю куда заехать в штате, по-моему это штат Табаско было, и там можно попасть на устричный рай, ну а здесь уже в Чили есть тихоокеанское место, где можно попасть на ежиный рай, хотя мне обещали осьминогов, вот никогда бы не подумал, что сырой морепродукт может быть настолько богатый вкусом, вот прям просто богатый вкус, разнообразный какой-то. Так, что у нас, Серхи ещё возвращается с чем? Что, что, что там, что там, что там, что там. Всё, закончил плавать. Вот шестиконечная звезда, как бы она прекрасна не была, но я считаю, что её пора отпускать. Так, здесь малинские, которые, они называют их лапа. Вот такие вот эти лапы. Это называется локо, я не знаю, как пишется правильно, но по звучанию локо на испанском, это значит сумасшедший. Кстати, за плоские рыбы давайте поговорим. Обычно люди думают, что у плоской рыбы с двух сторон глаза, она просто на одном боку лежит, на самом деле у неё вот глаза сбоку, плоские рыбы, они как прекрасны, так и не очень. Вот плоская рыба лежит, все у неё плавники, вот плавничок и вот два глаза сверху. Рот боком, а глаза сверху. Если её поставить как нормальную рыбу, вот рот у неё нормально, а глаза у неё не нормально, зубы у неё такие опасные, вон жабры тоже выглядят, всё опасно выглядит. Ну помимо того, что я здесь развлекаюсь, я ещё и помогаю, это очень-очень надо, когда люди ко мне хорошо относятся, они и нет ощущения, как будто я на хлебник, вот что они меня катают и делают одолжение. Я в полной мере, прям как Юнга, в работу включаюсь с головой и вот товарищ с радостью пользуется минуткой, отдыхает и это нормально. Берёт ракушки, если рядом начинает плавать этот морской котик, он бросает эти ракушки, чтобы он не мешал просто. Я понял, почему здесь я встречаю стервятников очень много, они питаются как раз таки мёртвыми морскими котиками, одного из них я видел, там на скале лежал и его доедали товарищи, пернатые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Утки, беликаны, куда они все улетают? Мало, и опять ветер южный, с юга думает, на север, 29 февраля, это уже последний день лета в южном полушарии, наверное птицы улетают в тёплые края. Передавайте привет, если вы в северное полушарие летите. Пеликаны очень огромные, я только переживаю за то, чтобы они не сделали свои дела прямо надо мной, потому что если птица таких размеров сходит по своей нужде, то я думаю, это будет более чем ощутимо и заметно. Так как мы уже совсем близко к берегу, то у меня вёсла забрали, ну типа здесь надо быть очень-очень аккуратным и внимательным, он уже тут держит лодку с поправкой на ветер, потому что ветер отсюда гонит, он сюда вот немножко вбок отходит. Его задача не менее важна, чем ныряльщика, он всегда контролирует, а это со мной хоть, ему хоть немножко иногда там легче, а так он сам контролирует вёслами, где находится тот человек, чтобы максимально близко быть к нему, тот уже несколько раз сигнализировал, что подплыть надо к нему совсем быстро, близко и мы его даже шлангом, за шланг вытягивали, он держался за шланг, мы его вытягивали, он там полную авоську набрал. Вон другая лодка подошла, рядом с нами, такая же самая история, тоже там стоит компрессор, такой же жёлтый шланг, один на вёслах, другой дайвер, но я уже пощупал этот шланг, он действительно, я думаю, какой-то специальный, ну возможно не для воздуха, но он очень жёсткий и он так просто не заламывается. Вот рыбалка и закончилась, сейчас уже 3 часа дня, мы 5 часов в лодке подобрались. Ну и вот мы пока здесь уже на месте, вот перебрали этих лок, они называются, потом рыбу тоже распотрошили, почистили, говорят, что будет у меня немножко руки красные, да ничего страшного, я говорю, теперь зато я могу говорить, что я знаком, именно знаю Чили. Оправдываются передо мной, рассказывают, что вообще, да я вообще до 2 часов дня, говорит, уже 80 килограмм этих собирал, осьминога, сегодня нету ни одного, вот нету и всё, труд сближает, вот это прям вот надо дружить с руками и понимать, что делаешь, я вот всякие штучки им делаю и всё, мы с ними прям здесь уже друзья, вот такие вот ребята прям, Астерикс и Абеликс, шутят, ох, вульгарная у них шутка, бульгарная, ну такой нормальный мужской рыбацкий коллектив, трое в лодке, не считая улова. Так, здесь уже люди покупают, что у нас здесь происходит, так этот рыбу уже забрал. О, вон, вон один морской лев, вон второй морской лев, что толстый. Прекраснейший день, прекраснейший день, вот просто очень достойный день, вот чтобы сказать, что я его прожил, вот прям мега, Серхио и Агустин мировые, вот не ожидал, что, да и Алекс тоже чилийцы прям, я не знаю, что будет завтра, вот на сегодня, они такой именно жирный акцент поставили на шикарных людях, я теперь по-другому думать, но вряд ли смогу. Алекс уехал, я приехал к нему домой, поставил там ещё одну батарею, у меня ещё пауэрбанк не дозарядился, потому что у меня следующих, он говорит 110 километров, вообще ничего не будет, через 110 километров будет маленький-маленький посёлок, он меня, да, там говорит, в душ предлагают, очень гостеприимный, вообще просто вот, сокровища не человек, мне очень повезло с ним, вот попал в нужное время в нужном месте, вот, но я отказываюсь, пусть человек занимается своими делами, а у меня пусть будет моя свобода. Ну так как я решил ждать закат и вот я себе растянул гамачок, ещё кстати не садился, столбы там хоть выдержат. Тихо, спокойно, посёлок 14 тысяч человек, где они все, без понятия. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, и вот мы с Алексом опять встретились вечером, ну тут короче Санта-Барбара, вот у него уже появились осьминоги. Холодируют в холодильник, тут их заморозят и будут не спеша продавать, не знаю насколько правда, но говорит, что покупает за 5, будет продавать за 6, но он с ними вообще ничего не делает, просто их заморозит и всё, будет потом их продавать, чтобы размораживали и всё, никакой ни обработки, ничего не происходит. Говорит, 30 килограмм в ящике, ну тогда кругом-бегом вот, каждый ящик 150 долларов, вот так они легко его тягают, я их впервые вижу в таком виде, в руках их можно подержать значит, голова очень слизкий, тут он твёрдый, запах реально как раньше были консервированные осьминоги, вот такой же запах. Тут больше чем 8 ног, да, осьминог оказывается у него ровно 8 ног, унижал 100 килограмм, теперь интересно, какие огромные осьминоги, я впечатлён увиденным, да и вообще, сегодня был фантастический день, благодаря Алексу я получил новый уникальный опыт, рыбачий с чилийцами в тихом океане, а чего стоит морской ёж прямо из воды, спасибо что смотрели, делитесь с друзьями видео, увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова